мы будем знакомиться по подробней так не видел первый фильм чапай да учить от пулемету но там и танка говорил так и что и что тут у нас здесь предохранитель а это нажимаем и стреляем вот так не нажмете так а пациентная планка сколько у него пациентная дальность у него а планка рассчитана на сколько планка рассчитана здесь как бы здесь упреждение идет упреждение но он не задирает не задирает не как танки он жестко стоит нога и вот он килограмм 150 закрутишь потом на место да да я понял так так не вниз опусти полностью полностью мне потом вести я понял так а здесь механизм смотрим механизм здесь так все в масле так и что у нас как тут как работает ну с открытой крышкой не взведется потому что здесь у нас стопор то от дула потарифчик белое солнце пустыни да на эту тему много есть и анекдотовые ленты нет как бы подачу вы не увидите надо заветить отсюда ленту отсюда идет вот и вот затвор закрылся полностью так еще разок открытый вот раз не полностью дошел вот у нас закрытия ствола происходит для этого не калашинка ну за сколько там он разбирается за 20 а вот все он больше не разбирается так сколько 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 а тут самогонку можно гнать самогонку можно заливать да 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 ну наша вещь конечно наши люди сколько влазит что льдом без льда за него 1200 долларов а зачем же он стоит как автомобиль раз сзади как-нибудь основной механизм начиняться мой где-то такой максим это вот эта вот часть это пламя-гаситель на пламя-гасителя здесь нет пламя-гасителя здесь нет это газоотводный механизм так а что уходит назад что волна внутри сам ствол вот механизм здесь закрытой крышкой сам механизм привода закрыт крышкой ствол уходит назад при выстреле вместе затворной рамы и разворачивать идет работа подачи ленты вообще сколько у него этот экипаж не экипаж два человека 1 номер и 2 1 носит 2 1 и подает не 1 стреляет 2 1 носит но тут я не рассказываю 2 человека 1 1 станок носит на плечах 2 носят 1 стреляет потому что магазины коробки все это очень тяжелое здесь щиток же пуленепробиваемый он тоже снимается имею ввиду образец 1944 года какого? 1944 года ну три вообще человек говорит два не ну так а пять человек пять человек я же говорю один магазин и таскает с лентами блин второй станок блин третий пулемет блин а вообще он что-то там с 1895 года не это Максим и сделал а это же не тот Максим ну я понимаю не но образца механизм один и тот же да какого еще это конец 19 века да? это образца 1937 года это 1937 года разработан специально чтобы в северных условиях работать где вы в северных условиях где вы найдете бонни ну наверное в заградах отряда хорошо применялся он видишь номер стоит можешь по номеру его найти ага 2492 написать Минобороны Украины и сказать прошу сообщить это 1-го года производства он еще не участвовал в военных действиях он с нуля он с нуля не мог участвовать он до сих пор так это что у нас? это клапаны отсюда ага это чтобы не выдавливало этот самый здесь должна быть еще гайка перегреется да? тут просто убрали реально пар выходит пар выходит консервация ствол перегревает консервация еще родная здесь так что 44 года как его выпустили с него не стреляли ни разу ну он как бы да да то есть как на складе был так его со склада вытащили кастрировали а пристрелять кастрировали кастрировали может же он по своим стреляет гад нет? нет это у мешки этого вот у водяного стрелял у водяного да естественно по пандополу ага а вот эти шаровары поменял не ну тут надо конечно пулеметную ленту было вставить да была прошлое воскресенье была а тут рядышком еще Аньку пулеметчицу посадили ну да а Анку это в комплекте не идет Анка? нет нет? и Тачанка не идет нет Анку придется искать на Старокончике а что тут искать? вот Тачанку труднее найти что Анку? эх Тачанка Ростовчанка да наша гордость и краса ну с Анкой проблемы не будет ну правда сейчас такие Анки что ха-ха-ха она такой даже ни вторым, ни третьим даже пятым тоже не подойдет она лопается она ломается да Да сейчас Анки только в комплекте это глуповухины да вещь А теперь представляешь, четвереная, а? Зенитная установка. На полуторке стоит. Жесть. Жесть. Все миссис МИТ и в разные стороны. Да. Ага. Так, а сколько скоростаяльности вы говорите? У него где-то порядка 600-700 выстрелов. Вот они, писавцы. А, этот самый. Наш, наш. А магазин, коробка? А вон лента обычная, 150 патронов. 150? Да, ленточка обычная. 700. Так это ленты сколько хватает? На минуту. А зачем же так долго стрелять? Ага. Да. Он еще не все вывез. Тут у него Дегтярева лежал, тут у него еще, это, вот, немецкий МГ-42 лежал. А Шмайсера не было? Был Шмайсер. Ага. Эхо войны? Нет, не эхо войны. А как этот Бати-2? Достойные явления женских болезней. Да. Видишь, уже половины нет, и все продал. Ну еще бы. В наше время до самых... Правда, он сказал, что у него есть сорокопятка, но он ее бережет как стратегический ресурс. Да, ага, как память, да. Говорит, народ не поймет, если прицеплю сына в парковке. Света шумовой минавтомат. Да. Берите и играйте. Можно на Новый год зайти в супермахет и пострелять. Да. Ну все, берем Тачанку, объявляем кастинг на Анку, находим Тачанку и снимаем многосерийный фильм про Чапаева. Чапаев 2-3 и так далее. Поговорить, может, что-то вспомнить.